Геннадий 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 Мне кажется, он какой-то нудный. Нудный, да. До неё вы были женаты, у вас есть дети? Есть. Мальчик. Это от первого брака? Да. Женились рано? Альфа. Ну да, вот достаточно рано. Да пусть ляжет она уж, это же у собаку мучает. А почему развелись, Геннадий? Ну там вмешивалась тёща. Ну я был молодой, совершенно не знающий, неопытный, не понимающий, что-то дёргался. И моё такое вот жёсткое, сильное сердце, мужское. Это вы мне потом про это мужское жёсткое сердце расскажете? Расскажу. Оно сломало, ну нет, нет. Что-то мне подсказывает, что если Бог даст, он её ещё пару раз женится. Ну так нет, нам нужно так, чтобы с нами быть и насовсем. Другой беспокоит. Чем же вы ей так насолили, что развезясь с вами, она вышла замуж вновь. Опять мама. Её муж усыновил вашего ребёнка. Вы могли не давать согласия. Её мама, бывшая тёща, очень сильный, коварный человек. Вы тут говорите про мужское жёсткое сердце, и какая-то мама могла убедить свою дочку отказаться. Я не справился. Ой, замечательный мужчина, ну замечательный. Это нет, я в следующем, что он просто после развода, видишь, как, он там не дошёл, ну не нашёл понимания в той семье, да? Я хочу сейчас с Людмилой, с вашей подругой поговорить. Вы давно знаете Геннадия? Ну, с прошлого года, не так давно. А что в нём не так? Почему ни с кем не получается? Да я не знаю, что в нём не так. Мне кажется, очень даже интересный, приятный мужчина. Нет, я не замужем. А у вас намечался роман с Геннадием? Нет. Просто меня заинтересовал Геннадий, он подошёл, ну вот как бы вы отреагировали, если бы вам предложили составить гороскоп для вашей собаки? Я бы покрутила пальцем у виска. Так, дата рождения собаки нашей, я говорю. Ой, у нас май 2007, что ли? Принципиально, с кем вы не будете жить? Женщину, у которой сложно мягкое сердце. Сложное и мягкое? Сложное и мягкое. Сердце такое бывает. Ну, не получится. Должно быть простое и твёрдое? Желательно, простое, жёсткое, прямое. Я не очень понимаю ваши медицинские термины. Вы знаете, вот как-то вы мне переведите. Я понимаю, что женщина должна быть как минимум неприхотливой. У неё гранитный камушек в груди. Поняла теперь. Ну да. Так, ну Лариса правильно сказала про гранитный камушек, это как раз про меня. Ведёт такой аскетический образ жизни, значит, это должно её вполне устраивать. Никакие там рюшки, ляськи-масяськи, ей это не должно быть. Там погремушки, ну вот это вот, красотульки, маникюр, педикюр, это всё это. У вас дом, вы живёте в деревне, по сути. Правильно я понимаю? За собачками ходить, у вас две кошки, две козы, петух, пчёлы. Туалет, правда, у вас тёплый, это хорошо, в общем-то. Так, правильно я понимаю, какую невесту надо? Вы правильно понимаете. Но я хочу предложить женщине отдых на природе, отдых. Какой отдых с вами на природе? Дайте-ка я гляну, что за отдых там будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, в общем-то, всё обычно, кроме того, что много шерсти в доме, запах соответствующий, ободранные обои, диваны, потому что кошки ногти точат, да? И вашу жену не должно это раздражать. Знаете, дом разделён на две половины. Одна женская, туда заходит даже кошка. И там есть почти все удобства. Вторая половина, да, там заходят собаки, ещё что-то такое, там они бывают. А встречаться будете на какой половине с женщиной? На любой, где ей больше понравится. Поняла. Ты приедешь и пахать, что ли, туда будешь? Нет, нет, я не хочу так. Я трачу 20 минут на то, чтобы просто покормить всех зверей. А они у вас просто как зверюшки для эстетики такой, да? Это моё хобби. Это хобби. А, для души. То есть козлов вы не разводите, не дойте? Нет, скажите. А если у женщины будут дети, маленькие, внуки, они смогут приезжать вот на эту самую природу и играть с этими? Знаете, я считаю, что дети и внуки женщины должны её почитать, любить, уважать и обеспечивать. С усиками. Ой, мне прям как раз такое надо. Самое главное, что хозяйственное. Да? Угу. Вы продаёте мёд или как? Нет, я его дарю. А пенсия у вас большая? Я его дарю. Да, хорошо, пенсия у вас большая. Нет, пенсия небольшая, но это не играет роли, потому что я не использую лекарства. А здесь собак накормить кошек, коз, кур? Собак кормят пчёлы, козы, мясом, молоком и остальным прочим. Как мясо, чтобы козочку кирдык покормили? Они же рожают каждый год детей. И у меня полный холодильник мяса. Натуральное хозяйство. А-а-а. У меня сыр, масло, молоко, творог. Всё. Ну, хорошо. Женщине нужна природа, солнце, цветы, лес. Не, ну подожди, а спички, а всё остальное, а чай ваши козы собачками-то не дают. Ну, в общем, короче, неприхотливая нужна, которая будет вот... Всё привозит. Блажь, всё это вот это. Ну да, я буду приезжать к вам и отдыхать морально от этого города. Нет, ты будешь маме помогать. Не, ну это само собой. За козочками. Ну это само собой. Они меня не забодают, а то у меня козы постоянно бодали в деревьях. Можно мне добавить? Да, конечно. Вот моя прекрасная собака Альфа утром ест со мной мёд, потом после козы мы пьём парное молоко, потом жарим яичницу от наших курочек, потом мы гуляем и купаемся в речке. Замечательно. Охотимся в лесу, уже летом женщине мало. Вот и всё. Я правильно поняла, что она вообще должна быть абсолютно здоровой? Потому что... Мы её вылечим. Нет, а как вы можете холецистит вылечить? Я никак не понимаю. Диетой. А диета. А если, ну, зуб заболел, чем сам рвать будет? Значит, у меня... Мы же болеем, мы чем старше, тем более. У меня масса пчёлопродуктов. А вы лечите пчёлами? Которыми я лечу и собак, и животных, и своих знакомых. Всё, верим. Верим, верим. Я прошу прощения, не выключал. А кто звонит-то? Можно полюбопытствовать? Не знаю. А вы ответьте. Я уже выключил. Вы его совсем выключите? Да. Василисочка, да? Ранее я несколько лет работал в медицинской фирме с очень интересным врачом-гомеопатом. А, ну, мы помним. Наследство он мне оставил свой архив, лекции, рецепты, технологии и прочие-прочие вещи. А где гомеопат? Не царство ему невестное, не? Жив? Нет, уже царство небесное. О, какой... У него разнообразные интересы. Ну, как-то поздно он себя начал менять. А что медок не принесли? Мёд в студию. О, я вон прямо в сотах. Давайте, давайте. Класс. Да вы сидите, я раздам. Нет, ну, это хорошо, с одной стороны, что у него хозяйство, натуральные продукты, но он говорит, что это хобби. У нас у самих хозяйства натуральные продукты. Василиса, а что это за вот пчёлка Майя прям на меня смотрит? Ну, я решила сегодня сделать такое специализированное гадание про пчёл. И, ну, может быть, оно поможет нам понять, к какой роли в семейном улье готов Геннадий и готовы его избранницы. Ну, если хочешь, ты тоже можешь вытащить. А я вот прям крайний, который на меня, да. Вот это? Смотри. Старая рабочая пчела. На самом деле, я хочу тебе сказать, что это чудесная карточка. Не про возраст совершенно дело. Старая рабочая пчела, Геннадий знает, это самый полезный работник в улье, потому что молодым пчёлам не разрешают летать за мёдом. Они сидят себе и только в улье убираются и там другие работы проводят. А теперь должен Геннадий вытащить? Да. Скажите, покажите, какую пчёлку вы хотите? Хочу в середине. Вот это? Да, вот это, да. Уховёртка. Но вообще, уховёртка – это насекомое, которое вредит пчёлам, подворовывает мёд. Но вообще, это говорит о том, что вы претендуете на какие-то материальные ценности со стороны женщины. То есть, вот вы вообще… Ну, так, говорит, нам тут рассказывать, что бессеребрянница нужна. Да, я думаю, что вы всё-таки будете рассчитывать на то, чтобы у женщины что-то было с собой, то ли приданное какое-то, то ли пенсия, то ли зарплата. Понятно. А вот сейчас и посмотрим. Проходите, знакомьтесь с первой невестой. Здравствуйте, Геннадий. Меня зовут Марина. Пару лет назад мы уже пытались познакомиться, мы разговаривали по телефону, поэтому я надеюсь, что вы меня узнаете по голосу. Это вам, Расады, это огурчики. Спасибо, но не узнаю. Марина, 54 года. По образованию техник-электромеханик. Работала водителем и логистом в транспортной компании. Сейчас на пенсии. Обожает рисовать по шёлку, занимается декупажем и сваркой. Гордится тем, что в 48 лет открыла в себе талант художника. Предупреждает, что никогда не откажется от своих собак. Первый муж Марины ушёл к любовнице. Второй вынес из её дома всё, вплоть до люстры. Третий страдал белой горячкой, а четвёртый выстрелил ей в плечо из ружья. Надеется, что Геннадий станет для неё настоящим подарком. Здравствуйте, девочки. Сначала я хотела подарить это кое-что из моего рукоделия. Это так называемый берегиня. Кисточка – это значит, как метёлочка отлетает злых духов из дома. Красиво, очень приятно. Красотка. Малуша его. Достойная конкурентка. Мариночка, а чего так не везло с мужчинами? Что за неразборчивость? Не видели в мужчинах то, что они порочны? Всё время хотелось видеть в людях лучше. Всё время казалось, что нет пакет людей, есть хорошая. Ну ладно, ну Марина, ну 54 года. Смотрите, ну с первой мне разглядели по молодости. И от первого родили дочку, да? Да, вот, вот, пожалуйста. Это первая, это Катюша. Катюш, ну он загулял. Пришла сотрудница у них работать в отдел. Через некоторое время, ну просто как-то так у них получилось. Как узнали? Кто донёс? Вы знаете, никто не донёс. Это было... Сам признался? Потом. Чуть позже, когда я уже спросила напрямую. Я проснулась ночью просто с мыслью о том, что он мне изменяет и с кем. То есть я даже не знаю, как это получилось. Просто вот... Потом я просто в лоб спросила, он мне сказал, да. И всё. Ну конечно, да, она такая женщина, она крутая. Лучше ей не изменять. Вот судьба ему была встретиться с той, с другой, не менее достойной женщиной, чем вы. У них там дети? Да, близочка. Вот видите, вы вышли второй раз, и у вас во втором браке родилась вот вторая девочка. Ну, девочка не совсем в браке. То есть она у меня, я всё время говорю... Детей любви? Она моя. Она моя. Она только моя. Просто там ситуация была такая, что за год до беременности мне сказали, что у меня детей вообще больше не будет. Вдруг через год я чувствую какие-то странные вообще у себя изменения в организме. Так очень приятно вообще. Мне кажется, они не пары почему-то. Почему? Потому что она не поедет к нему туда кормить кур, кофе. Нет, подожди. Подожди, они уже созванивались, она сказала, значит, уже что-то у них есть всё общее. Ну, если вам что-то было общее бы, то два года назад бы они бы встретились. Скажите, мужчина, от которого вы вот так вот чудесным образом забеременели, был женат? Да, он был женат, и он даже не знает о том, что у него... И до сих пор не знает? До сих пор не знает, что у него есть... Почему? Имеет право, кстати, знать, что у него есть где-то кровиночка. Анна, а вам хочется узнать, кто ваш отец? Вот просто увидеть хотя бы. Ну, честно. Мне хотелось увидеть, пока я школу не закончила. А потом как-то новые ощущения как-то вот уже забылось. Не знаю. Я, наверное, настолько любопытна, что я бы хотела узнать этого человека. Ну, каждого своё. Мужчины, которые сейчас смотрят нашу программу, не ёрзайте, ладно, в кресле или на диване, а вы, женщины, то есть жёны, не беспокойтесь. Но если вдруг увидите черты вашей мамы или сестры, и вам покажется знакомой Марина, то всё возможно. Потом проходит 40 лет, потом ищут. Конечно. Потом ищут. Зачем? Надо говорить. Может, контакт потерялся. А кто люстру вынес? А люстру вынес был ещё один, как сказать, гражданский муж. Я влюбилась просто, это я считаю, что это период, год помешательства просто определённого. То есть это была сумасшедшая любовь. Я не видела ничего. Через два месяца после нашего знакомства я узнала, что он сидел, но я не знала за что. То есть как-то он это мне не афишировал, я через два месяца узнала, что, оказывается, он сидел за то, что он нанёс 17-е живых ранения своей тёще. Ну, я же посчитала так, что я же вообще... Марина, скажите мне просто, а как можно было привезти в дом мужчину, где у вас две дочери, одна младше другой? И даже зная, что он сидел, не зная по какой статье. А вдруг он был педофил, ну, а вдруг он был, я не знаю, ещё страшнее. Так он её бил ещё к тому же. Да, это потом, да. Полгода я пыталась уходить, уже он меня не отпускал. И последней каплей явилось то, что, когда, говорю, я один раз прихожу домой, у меня, можно сказать, полностью пустая квартира, снял даже люстру очень аккуратно. Да, слава богу, что вы не с люстру, а не мозг вам, понимаете? Мозг он вынес до этого. Она крепкая, она с характером женщина. Ну, ему и хочется такую вот с характером. А вы когда успели с нашим женихом-то поговорить? Это что это было за история? Мы как-то по интернету, то есть мы поэтому и успели, то есть мы вот на каком-то сайте знакомства, я помню, я просто узнала по фотографии. Вот, и мы общались. А голос вы не знали, да? Мы общались, это было примерно года-два назад. Может, судьба, вот они сначала в интернете пересеклись, сейчас сюда пришли. А вот сможете все бросить и поехать в деревню? А я и живу в деревне, то есть мне бросать даже не надо, мне просто, если что, вдруг просто переехать. А давайте посмотрим, где вы живете. Вот это мой дом. Вот это мой топор. Это я уже немного пробила дров, осталось еще немного. А вот это мой охранник дома. Феофан. Вот это мои собаки. Вот так мы будем иногда гулять. Да. Это мальчик. А вот здесь я хотела сделать маленький деревенский уголок. Я поставила иконы, сделала полочки. Всегда в деревнях в красном углу были иконы. А это дальше идут мои работы. Это батик. Это рисунки на шелке. А вот здесь я живу. Иногда на этом диванчике вечером я одеваю очки, занимаюсь рукоделием. Вяжу много чего, могу руками вязать. В данный момент вяжу дочке-варежки. А для любимого мужчины свяжу носочки из собачьей шерсти. Ну вы готовы переехать с собачками? Не вопрос. Ну он ей подходит. Я хочу сказать, что они прям... Я вот вижу их парой. Он думаешь, подходит? Да. Я вот вижу их вместе парой. А почему? Так они уверены в себе, что ли? Нет, я уверена, но я говорю свое мнение, что они подходят друг к другу. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна. Либо традиция. Семейная? Ну традиция у нас такая. В какой-то момент, то есть я вдруг поняла, что у нас у Анюты день рождения летом. И она всегда остается у нас без дня рождения, так как она все время в этот момент была у бабушки. У Катюши у нас 30 сентября, а у меня 25 октября. И мы решили так. То есть мы отмечаем все три дня рождения в один день, в мой день рождения. Ну это я с посылом на старость, что девочки приедут за своими подарками, ну заодно и маму навестят. То есть в любом случае на раз в год мне посещение дочек уже как бы обеспечено. А что толка, если они не подходят друг к другу? Да может подходят? Нет. А сюрприз какой? А сюрприз у меня достаточно оригинальный, то есть мне понадобится ваша помощь. А вы пока пойдете к сюрпризу, вытаскивайте одну пчелку и читайте вслух. Так, хорошо. Личинка. Все понимают, что такое личинка, но на самом деле это не просто маленькая пчела, совсем еще будущая. Это пчела, из которой может выйти все что угодно. Это потенциальная возможность для Геннадия из вас фактически слепить ту женщину, которую он хочет. Мне эту женщину очень жалко. Сама смотри топориком, и она сидит вяжет, она как-то одинокая. Вот она одинокая. Я не одинокая, я не считаю себя одинокой. Дом мы вместе, на даче мы вместе. Да, я соглашусь. Она чувствуется одинокая. Ну, для того, чтобы я показала вам сюрприз, мне нужно одеть на вас фарш. Давайте лучше сначала со сладкого начнем. Ну давайте. Это вам сюрприз. Хорошо, спасибо. Обожаю меня. Это нектар цветов. Аппарат подключен? Да. Естественно. Будем резать? Нет, будем соединять. Так как вы живете в частном доме, там всегда нужно совочек для печки, для мангала и что-то в этом роде. Поэтому я его сделала заранее, совочек, но не успела приварить ручку. Фар только что он будет делать? Пчел собирать, чтобы медом не испачкался. И маску сейчас оденем. Маску тянет, чтобы челы не накусали. Вот бабы наши, а. Ты смотри. И ходит. А, кстати, я загадываю. У меня ручком был электролочевая сварша. Нет, я не про то, я про то. Ты про саму сварку не тяжешься. Елки-пот, что ж какой-то. Маленькая напряжённая. Мам. Всё, схватился. Это что? Ну, не ровно, конечно. Вот, пожалуйста. Такой тебе мужик-то нужен, а? Сама вон. Ну, чтобы помогал, чтобы мне не приходилось варить. Спасибо большое. Девчонки, забирайте маму. Она вообще не будет с ним сидеть. Нет, ну, мне кажется, может быть, так как она вся, ну, любит заняться делом, то, возможно, летом она найдёт это дело для себя. Вот мы всё-таки удивительные женщины. Сначала, чтобы произвести на мужчину впечатление, мы показываем, что мы всё можем сами, нам ничего не нужно. И мы просто за любовь, да? А через месяц начинается вскрывание мозга. Почему это я всё вот делаю, а ты сидишь, спишь? Потому что знала же, за кого идёт. Потому что на первом свидании со сварочным аппаратом зажигаем. Да никуда же не первые свидания. Прелюдия. Смотрели. Спортилось впечатление? Нет, нет, не спортилось, наоборот. Людмила, как вам Марина? Марина интересная женщина. Вот, очень реально симпатичная, приятная. И она прямо хочет замуж. Она хочет, она хочет, ищет себя. Ну, мне кажется, надо немножко человеку вот действительно женственности. Ну, не надо браться за эти сварочные аппараты, они вот ничего. А что делать, если приходится? Геннадий, вам понравилось, Марина? Мой гороскоп говорит, что у неё слишком переменчивое сердце. То так, то так, то так. А давай спраться, что ли? Да нет. А что говорить-то? Нет, конечно, такой статистики нет. Более того, скорпионы – это один из самых постоянных знаков с точки зрения привязанности. У неё весовская венера. И это говорит, что любовь для человека, ну, и она ещё в сильной позиции, превыше всего. Я не хочу тут сравнивать любовь к детям, любовь к мужчинам. Но, конечно, любовь к мужчине и не мужчина тут в центре внимания, а само чувство любви. И мне кажется, что вы могли бы быть счастливым с такой женщиной, потому что она всех своих мужчин, ну, как бы она старалась для этого чувства, она старалась его поддерживать, понимаете? Другое дело, что мужчины так себе оказывались. У нас с ней замечательное совпадение по уму. Это быт, это дела. Мы похожи, мы одинаковые. А ещё хотите... Ну, другое сердце. Другое. Ну, он так внимательно тебя изучал. Ну, напряжённо вспоминал. Откуда же вы другого знаете? Да, наверное, пытался. Он ещё тоже так, когда знакомились ещё. А вам 60 лет что нужно? Ну, даже уже неприлично. Романтику. 60 лет? Да. Вот, знакомьтесь, может быть, со второй женщиной будет романтика. Проходите. Здравствуйте, Геннадий. Добрый день. Очень приятно с вами познакомиться. Меня звать Маргарита. Это вам мой сладкий сюрприз. Спасибо. Виктор цветов. Спасибо. Можно погладить? Да. Ты моя хорошая. АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ Здравствуйте, девочки. И у вас рассада. Здравствуйте. Это жениху? Нет, вот моя рассадка. А это что, помидорчики? Нет, это перчики. Это для вас? Болгарские. Да. Это нам, да? Это вам, да. Это девчонки, берите, кого там огородская? А это мёд. Я пчёл держу. Ну, у меня, конечно, немного, две семьи. Спасибо. Вечером медок. А на ночь медовушку. Когда вы первый раз узнали, что вам муж изменяет? Ну, это было в 2000 году. Мне было 41 год. Мы ровесники с ним. В общем, у нас родилась вот внучечка. Мне пришлось помогать дочке, воспитывать её. Дочка училась. И я взяла на себя её воспитание. И мужу, наверное, не уделяли внимания, да? Да, и мужу не уделяли. Ну, меньше, конечно. Это страшная ошибка. И он говорил, что, ну, буду локти кусать. Ну, намекал он мне на это. И с кем он вам изменил? И, в общем, там у нас через дом. Ну, с соседкой как возится. С соседкой, да. А, то есть он к мужу к жизни ушёл. Да, изменил. Вы его прогнали? Я собрала все вещи. Вещи лежали у нас, наверное, может быть, полгода. Я выгоняла его. Но он не ушёл. И мы потом... Всё-таки я простила. Восемь лет прошло. И то же самое получилось. Он с этой же женщиной стал встречаться. То есть вы считаете, что всё это время у них были отношения? Нет, у них не было отношений. Ну, что опять отношения? Ну, старость, ну, что это? Хорошо, ну, смотрите. Но он же по-прежнему ходит к вам и любит вас. Может быть, не стоило его выгонять? Дедушку уже всё-таки... Слушай, если любит, не надо было тогда вот этой грязи. Она всё, да, мне нравится, да, мне нравится. Мне женщины нравятся. Они подходят друг к другу. Да не дома сидишь на диване, ты участница. Скажите, уедете в деревню к Геннадию? Нет. Из своего дома нет, конечно. Ну, а как? К себе, что ли, вы? Как решите эту проблему? Ну, нет уж, пусть ко мне переезжает. А давайте посмотрим, куда приглашаете. А у вас есть животные? Ну, кушка только. А вот как всё хозяйство к себе, к вам? Нет, ну, в доме, конечно, я собаку бы не стала держать. Ну, на улице-то можно. Дом нравится, да, собаке нравится. Нравится, нравится. Я невеста ему подходит. Чем она ему подходит-то? Нельзя. Чем она ему подходит? Всем подходит. Это твои конкурентки. Ты пришла за жильняком. Геннадий, у вас два бонуса осталось. Скорее в шкафу и минута наедине. Наедине. Ой, проходите. А, проходя, вытаскивайте одну пчёлку для себя, пожалуйста. Спасибо. Трутень. Ого. Вам достался трутень. Но я думаю, что тут пояснение излишне. Это значит, что вы для Геннадия не особенно разбежитесь что-то делать. Но, с другой стороны, трутни выполняют сексуальные функции. Хорошо. В отношении, да? В воздухе, на лету. Да, фактически. Проходите. Так, сюда. Если сейчас не слим. Вот вторая комната. Вот не рез только, подождите. А с чем это? Кстати, а с грибами. Если сейчас не съем его, я прихожу. И такие вкусные. А вы бабульку свою отдадите, Генке-то? Чё, сидите, молчите-то? Вроде глаза добрые. Вы вообще слышали, что здесь происходит, девочки? У нас он в собачке. Бабушка, он заболеет. Это он говорит сейчас, что это вечно. Роз, у молодого поколения бессмысленно спрашивать. Ну да. Потому что для них мужчины, это категория другая, парни, молодые люди. А дедушка, он и есть дедушка. И они его в целом к миру мужчин не очень относят. Поэтому они не понимают, что это может быть проблемой для бабушки. И бабушка в роли сексуальной забавы. Они никак не воспринимают. Факт. Так, девушка, скажите, пожалуйста, когда у вас день рождения? 21 ноября. Не родись красивой, а родись счастливой. Почему? Русское народное пословие. Да. И по сердцу, по уму найди свою вторую половинку. Вот все тоже мужские проблемы с чем-то еще у вас, из вашего женского сердца. Одиннадцатый месяц. Он упрям. Самомнительный. Он переключается. Еще что-то происходит. Изменить вы это не знаете как. Вот у меня, например, каждая кошка, каждый котенок, каждая собака подобраны и по сердцу, по уму, и в масть, и ко двору, и так далее. И мужчина рожает и воспитывает детей. Даже в Библии написано, мужчина родил. Мужчина воспитывает детей. Вот он их рожает с помощью жены, и он их должен воспитывать, любить. Женщина ему только помогает. А вы без мужчин любите детей. Это же не сотвори себе кумира. Так я же 30 лет прожила с мужем. У нас уже дети-то взрослые. Мне многие так говорят, что 20-30 лет там удачного брака, а потом бухоблом, а потом ничего. Ну, это бывает. В нашем возрасте нужна очень хорошая точность, понимание, доверие и правила жизни. Вот мои правила жизни – это отдыхать на природе. Понимаете? Ну, у вас ведь большое хозяйство. Какое хозяйство? Они сами все делают. Сами пасутся. Ну, как у вас… 15 минут утром. У вас там и козочки вроде, да? 15 минут утром дал покушать. Да я знаю, у меня была коза. Думаете, у нас коза… У меня научно-технический прогресс. У меня даже для козы инфокрасный обогрев с терморегулятором. Вы понимаете, девчонки, свободный выход, выпас и так далее. Собака ее пасет и контролирует. А Геннадий собаку оставил или может быть с ней на свидание? А, ну, уже прогресс. А может, ей пирожка дать? А то она мед-то ест. Может, пирожок съест. Не надо. Как ее? Альфа? Альфа? Не надо. Че не надо-то? Она ей будет сейчас подзываться. Иди сюда. Пусть она медом питается. У тебя моя хорошая собаченька. Вот я говорю, нафиг тебе мед этот нужен. На, хоть поешь по-человечески, пока не видишь. Вы меня не выдавайте. Альфа, давай. Жуй, пока дают. Просто у меня животина дома и жалко мне. Жалко, пчелки. Кстати, а пчелка. А собака беременная? Да. Собака беременная? Собака беременная. Конечно, Альфочка. Какой мед-то? Господи, мужики, мед им давай. Сейчас мы хорошие. Может, водички? Хочешь водички попить? Давай, я тебе водички дам. Тоже мне, мужики, держи. На. Ну, на, на. О, пью. Ну, конечно. О, ты моя сладкая. А еще говорят, русская злая. Ага, не говорит. АПЛОДИСМЕНТЫ Маргариточка. Сразу сюрприз показывайте. Не так интересно, о чем они там общались? Очень интересно. А пчелок, наверное, у них же общая тема. И у нее пчелы. Да, пчелы. Пчелы. Нарисуйте любимым стройную фигуру. Диета Елена Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Готовить не надо. Все уже сделано для вас. Просто ешьте и худейте. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте dietamalushевой.ru или по телефону 8 800 555 30 44. Нарисую зеленые тени, черной стрелкой глаза подведу, юбку узкую выше коленей я надену себе на беду, губы яркой помадой накрашу, подрумянюсь и брови дугой. Вспомню снова я молодость нашу и пойду на свидание с тобой. У нас лучший сюрприз. Ну, у нас вообще такого сюрприца не было. Эта встреча нам станет наградою. Над годами смеяться грешно. Мне приятно, что я тебя радую. Хоть и выгляжу, может, смешно. Ты посмотришь глазами усталыми и захочешь, как прежде, обнять. И мои неестественно алые губы будешь опять целовать. Браво. Спасибо, девочки. Забирайте свою бабушку. Мёд не забудьте. Маргарита, вы очаровательна. Нет, что-то у них есть. Он есть, и глаза прилестят у него. Усы зашвели. Ну, глаза прилестят-то, конечно, он же жених у нас. Ну, понятно. Ну, сто баллов. Удивительная какая-то. Понравилось вам? Большое спасибо. Геннадий, а вы были целую минуту в комнате. Прочувствовали? Мы дополняем друг друга умом. Понравилось? Опять умом. Сердце другое. Опять сердце другое. Это другая женщина, другое восприятие. По вашей категории, какое у неё сердце-то? У неё? Да. Остро конкретная, упрямая. Самомнительная. А вы же хотели женщину такую же, с жёстким сердцем? Самомнительную. И плюс она часто очень становится мягкой и пушистой. Так вот раз временно. А вам это не нравится? Он изучает, анализирует, а потом сделает правильный выбор в нашу сторону. Но он же не хотел с мягким сердцем. Поэтому она мне не конкурентка. Хорошо, давайте так в идеале, чтобы мы сориентировались. Любая героиня сказки, романа, поэмы, песни, фильма. Вот в идеале, ваша женщина, по сердцу. Марулин Монро. По сердцу? Или по внешности? По всему. Мне в нём нравится только собака. Это да. Ой, ужас. Геннадий, знакомьтесь с третьей невестой. Может, там будет всё попроще. Давай разбербаним ещё один пирожок. Ешь посмела. Я очень люблю. Я хочу субить. Спасибо. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я думаю, что сегодня, вот здесь и сейчас, не зря наши пути как бы пересеклись. А что будет дальше? Посмотрим, увидимся, пообщаемся. Это вам маленький сюрприз. Ой, спасибо большое. Тарт цветов. Ой, спасибо большое. Могу я вашу собачку позвала. Очень милый. Ай, умничка. Умничка. Сидеть, Аль. Сидеть. Беломничка. Татьяна. 61 год. По образованию бухгалтер. Работает сестрой-хозяйкой в родильном доме. Обожает делать скульптуры из пластиковых бутылок, облагораживать клумбы и выжигать по дереву. Признаётся, что может запилить мужчину из-за порядка в доме. Татьяна развелась с мужем после того, как застала его в постели с другой женщиной. Надеется, что Геннадию она сможет полностью доверять. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мои любимые телеведущие. Все с рассады сегодня. Весна. Как приятно сушить любимые. Весна. Иди за пирожками, мать. Да, мам. А, это пирожки вам девчонки. Да сидите, я сама скажу. Ольга и Анна, кто вам дочери? Да, это две мои дочери. Это Анечка. Это Оленька. Они у меня, а двух разных мужьёв. Я думаю, что вот она подойдёт. Мне кажется, тоже, что они подходят друг к другу. Тань, я думала, что только в анекдотах и в каких-то плохих сериалах случается ситуация, когда приходит жена домой. Да, как в кино. И застаёт. Здравствуйте. Ужас. Как сердце не лопнуло, не разорвалось. Расскажите. Вы знаете, это, конечно, было ужасно. Даже вспоминать, как бы... То есть вы ни сном, ни духом открываете дверь? Я её открыть не могла, во-первых. Ключ, значит, засунула, открывание открывается. Звонок звонёв. Стучали. Звонили. Собаку лаять. Руку сломали. Никак. И вот, вот, чисто вот случайно, значит, дверь открылась у меня. Открывается дверь. Картина маслом. Что такое? Слушайте, смотрю, а у нас так прихожая, тут кухня. На кухне стол накрытый, значит, и вино, и водка, и закуска. Ну, прям как прям Новый год. Смотрю, значит, спаги женские, пальто висит, ничего себе. Сколько вам лет было? А мне уже было, сейчас скажу, 30. 40. 40 лет. Вы в спальню, а там? Я в спальню, а там картина Репина, муж. А что, не слышали, что ли, что звонили-то? Ну, ты что, они же были важным делом, по сердцам же они там летали. Важным делом, и потом они были очень пьяные, в таком состоянии. И потом, конечно, я была в шоке, эту женщину я как бы знала у нас, нашего микрорайона. Только непотребного вида совсем. И потом я уже ему говорю, господи, ну ты бы хоть её вот в луже пополоскал бы сначала, а потом бы это, в гараж вёл, но не домой сюда, на постель. Ты смотри, всем, всем изменяют. Ну, вероятно, мужчины пищут что-то своё и не могут найти. Скажите, почему не смогли простить, но пьяный дурак? Нет, вы знаете... Или он не вымалил в обращение? Невозможно. А потом, вот это года перестройки, работать было негде, он стал спиваться, и тут одно к одному. То есть это была последняя точка. И даже, даже можно сказать, как сказать, ну руки развязал этим своим поступком. Так может, он просто с пьяну упал. А что, ты знаешь, с пьяну не считается, что ли? Ну вот именно. Так если он не вспомнит с утра. Скажите, вот Геннадий живёт в деревне, у него условия. Отдыхай. Отдыхай. Вы знаете, у нас тоже есть... Не зимой, а летом. Да, да, я поняла, я смотрела. Хороший у вас отдых. Пчёлы вообще замечательные. Я их очень обожаю. Готовы? На отдых. Мёдом. Но у нас тоже есть дача, кстати, и даже лучшая, я вам скажу. Татьяна, мы сейчас не говорим, не меряемся, у кого лучше хуже. А почему не меряемся? Есть условия у Геннадия. Может быть, действительно у него там... Давай. Вы же кворчить чего не будем. Ну вот мы и на даче. Первая моя поделка – это попугай Кеша, который показывает вот лапкой своей, что это наша улица весёлая. Этот пенёк я сделала сама с цемента и звести. Здесь у меня потом летом георгии на прошлом году уросли. В этом году подумала, что посадить. Или я его прям с душой делала. Это прям гордость моя. У него глазки горят ночью. Сейчас находимся на терраске на летней. Это вот такой столик. Я сделала это, сбил щит у меня внук Максим. А я вот всё тут верёвкой вырезала. Всё вот это делала я сама. Моя очень любимая поделка. Это я сделала дракона. Старшей дочери был день рождения. И как раз был день, это год дракона. И вот я всё вот это всё вырезала сама. Тут глазки тоже блестят. У него красненькие. Вот иногда, когда делать нечего, но меня что-то находят, мне хочется картины рисовать. Вот этот крокодил Даник, мой любимец такой. С монтажной пеной. У нас сидит там искусственный против такой, искусственный камышей, зелень очень красивая. Сидит такой, вылезает, пугает всех, пастью своей. Талантливая женщина. Мне кажется, он её выберет. Когда у вас день рождения? День рождения? Вы сейчас будете мне это складывать. Я почему-то больше Василисе доверяю. Спасибо большое. Честное слово. Нет, у меня или у собаки? У вас. У меня 18 августа. 18 августа. Ну вот, всё прекрасно. И что? Женщина создаёт иллюзию. Мужчинам иллюзию, но ненадолго. И появляются другие бабы у них. У этих мужиков. Понимаете? Ну, не даёте вы мужчине того, что надо. А у вас какие бабы появятся? А вы считаете себя пророком, что ли? Вы считаете себя пророком? Я не пойму никак. Вот так вы и спорить с ним будете. Да, отчасти я считаю. Знаете, я когда снималась в своей, наверное, второй или третьей картине, мне было года 24, в Москве, мне уже тогда снимали шикарные гостиницы, шикарные номера по советским временам, гостиница «Москва», это было нечто. И у меня был такой идиот-водитель. Просто придурочный. Мой ровесник, я даже не могла понять, он, оказывается, был в меня влюблён. И он издевался. Он издевался так изощрённо. Я не могла понять, пока мне не открыли глаза, скажут, что я влюблён. И вот этот чмошник, который сидел в носках, копеек за 40, и в сандалиях. Знаешь, такие носки. Не потому что водитель, а потому что он хуже учился, чем я. Он не тратил столько энергии для того, чтобы построить карьеру свою. Это называется неравное отношение, да? На чужую кровать рот не раздевает. Он мне был не парой, это было очевидно по всему. И вот он сидел меня и унижал бесконечно. Потому что он приезжал заранее, он должен был меня забрать на съёмки. И я помню, вот сидит человек вот так вот, болтает ногой, учит меня жизни в носках за 40 копеек и в грязных скандалях. Видите, когда мужчина говорит, что ему не подходит, та женщина не подходит, другая. Вам это говорит женщина, а вы сидите и захихикиваете. Почему ни одна из вас из трех не сказали, кто Геннадий, ты? Посмотри на себя. Что ты в жизни сделал, чего ты добился в своей жизни? Что ты меня наидостойнейшую считаешь, ну не знаю, тебе не парой. Что не так? Потому что возраст, Геннадий, потому что не блещет красотой и юностью, свежестью. Она другая, она совершенно другая. Это прекрасная такая отмазка, потому что возраст не тот, потому что... Мы переводим его мысли, озвучиваем. Нет, я всё понимаю прекрасно. Понимаете, а сидела бы 30-летняя сейчас? Можно чуть-чуть перебить, да? 30-летняя бы сидела, и всё было то. И полёт, и сердце. Я тоже могу сказать, Геннадий, да. Нет, конечно. Да теперь он 40-летний не сможет. У нас очень большая, очень дружная, крепкая семья, и мы шли через трудности, через сложности к созданию данной семьи, да, вот такая, какая она сейчас есть. Мы ей пользуемся, наслаждаемся и радуемся каждому моменту, да. И вот как бы вы говорите то, что вы пророк, и то, что вы считаете, что, допустим, наша мама – это просто визуальность и такая какая-то обманчивость некая, да, это неправильно. Она такая есть, какая есть на самом деле. Она очень у нас энергичная. Нет, ну это с таким Геннадий самовнением сидит профессионал, астролог, который собаку съела. С ней, по-моему, он уже совсем распоясался, как мне кажется. Геннадий, скажите, пожалуйста, тогда в идеале назовите месяц и день рождения женщины, которая бы вам подошла идеально. 26 мая. Какого года? Ну, где-то поближе к моему. Это самое, например, 56, 57. А 23 мая? 23 мая уже похоже. Уже нет. Вот я 23 мая рождена. Ну вот вы же в этой компании самая добрая девушка. Я самая добрая? Да, вы говорите на подробно-детальном языке, который я слышу и вижу. А, подробно-детальном. А это вот господа офицеры по бокам сидят. Покажите сюрприз. Сюрприз, честно говоря, даже показывать не хочется. Ну, а в чем-то? А вы бы даже показываете. А вам? Да, нам. Ну, даже прям, честно, не хочу. Оса. Вы знаете, что оса – это самый главный враг пчелы. И в схватке с пчелой обычно всегда побеждает оса. Оса. Правильно. Вы думаете, что они пряжуты? Думаю, что нет. Присаживайтесь. Геннадий. С собачкой, со своей. Попьем чаю. Представим себе, что вы у нас на даче. Это вот пирожки попробуйте с мясом. С грибами. Спасибо, обязательно попробуем. Собачка любит пирожки. Можете покормить. А, собачка. Ну, можно с собачкой. Иди сюда. Только не с грибами. Иди сюда. Вот она. Ну, собачка-то добрая, в отличие от хозяина. Слышите, ну что это такое пирожки? Я не пойму даже. Это пчелы ваши? Это вы, наверное, мне сюрприз такой сделаете. Сейчас пчел ваших плыв сюда на меня. Ой, смотрите. Какая прелесть. Вы смотрите. Вы смотрите. Это пчелка. Ловите ее. Ловите. Да. Эта пчелка прилетела к нашему столу. Они у меня даже собак не кусают. Давайте посмотрим ее срежем, что ли, как ее тут поймаем. Пусть летают. В доброй душе и чужая пчела роем прививается. Я хотела эту пчелу подарить вам на память. Чтобы она была вашим тарисманом. Чтобы она отгоняла ос шершней. Но вы знаете, я перехотела это сделать. И хотела оставить в этой программе. Давай поженимся. Спасибо, дорогая. Ну уж прям так. Девчонки, забирайте свою мамочку. Она у вас молодец. Она постояла за себя. Да. Да, да, да. Ромочка. Людмила, вот строгая женщина. На мой взгляд, он не достоин быть рядом ни с Маргаритой, ни с Татьяной. Вот. Ну, если Марина даст свое согласие, то я бы рекомендовала... То есть Марина самая плохенькая, что ли? Да что вы, нет, ну что вы, нет. Она согласна. Все женщины просто прекрасные. Ну, просто Марина как-то сама потянулась к нему, вот, в общем-то. И мне кажется, она сумеет постоять за себя, не даст там себя обидеть. Потому что вот Маргарита прекрасная женщина, но она такая вот трогательная. Мне просто стало страшно. Ну, она ее как-то вот невольная, ну, может обидеть. Как можно случайно обидеть человека? А мне кажется, можно. Каждая, кроме Татьяны, которая открыто сказала, да никогда в жизни, согласна связаться с жизнью с Геннадием. Поэтому что мы будем их отговаривать, правда? Да, конечно. В любом случае, мы вас поддержим, кому бы вы ни пошли. Проходите. Бонжарно. Бонжарно. Они вообще, это, как говорится, блуд легализовали. У них у вас такой сепарата есть. Это нормально. И чего? И нормально. У нее был любовник, Альяне, кто на ней не женился. Я предлагаю всем выйти и поддержать Геннадия. Пойдем. Пойдем. Заходи. Здравствуй, Альмочка. Я, конечно, рада Геннадию, что вы все-таки зашли ко мне, выбрали меня. Но я думаю, что нас не свела судьба в прошлый раз, и я с вами не буду. У нас есть пара Геннадий и Собачка. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал. Давай, поженимся. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok